Друзья, добрый день! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на детском канале Дарвиновского музея, и я, как обычно, отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Полины. Расскажите о сверхспособностях осьминогов и почему они до сих пор не завоевали океан? Давайте попробуем поговорить, тем более, что и до этого мне неоднократно приходили вопросы про осьминогов, и эти создания поражают, удивляют, и, конечно, стоит о них поговорить отдельно. Во-первых, надо сказать, что осьминогов на нынешний момент порядка 300 видов, и они встречаются практически повсеместно, начиная от Арктики до Антарктиды, как в холодных водах, так и в тропических. И, кроме того, есть осьминоги, которые живут даже на больших глубинах, то есть они освоили практически весь океан. Делятся они на два подотряда, внешне довольно значительно друг от друга отличающихся. Первый отряд называется цирина. Это, как правило, глубоководные осьминоги, их называют еще плавниковые, и их легко узнать по наличию двух плавников по бокам тела. Кроме того, на их щупальцах только один ряд присосок, и около каждой присоски находятся парные такие маленькие усики, называются эти усики цира. Собственно говоря, именно от названия этих усиков и произошло название цирина. У этих осьминогов есть еще ряд особенностей, о которых поговорим немножко позже. Второй подотряд осьминогов, они более нам, наверное, знакомы. Это подотряд, который называется инцирина. Почему совершенно очевидно? Потому что у них этих усиков на щупальцах нет, отсутствие усиков. Эти осьминоги лучше изучены, поскольку, конечно, цирин, которые обитают на больших глубинах, изучать достаточно сложно. Произошли все осьминоги от такой группы моллюсков, которая называется вампироморфы. Это древняя достаточно группа, известная еще с начала Мезозоя. И от этого отряда головоногих до нас, к сожалению, дошел только один вид. И называется этот вид довольно страшно. Он называется адский вампир. Ну да, может быть, он не красавец, и вид у него довольно своеобразный. Но тем не менее, конечно, он не питается кровью. А на самом деле он весьма безобидно питается в основном детритом. У осьминогов масса очень интересных свойств, которые их делают уникальными. И осьминоги даже свою слабость умудрились превратить в свою силу. Но все мы знаем, что осьминоги мягкотелые, у них практически нет твердых частей. И с одной стороны это делает их очень уязвимыми, но с другой стороны это позволяет им пробираться даже в самые маленькие узенькие щели. И даже крупная особь может пролезть в щель толщиной всего-навсего 2,5 см. С этим возникают тоже проблемы. Например, если осьминогов содержат в океанариумах, очень трудно уследить за тем, чтобы осьминоги не сбежали. Потому что действительно достаточно чуть-чуть недосмотреть, оставить какую-то маленькую щелочку, через которую осьминог сможет выбраться наружу. Известен случай, как в одном из океанариумов, например, осьминог сбежал из океанариума через канализационные люки. Но это не единственная их особенность. Еще мы знаем, что у осьминогов очень необычная кровь. Кровь у них голубого цвета, и связано это с тем, что в их крови присутствует не гемоглобин, как в нашей крови, который придает ей красный цвет, а у них присутствует другой совершенно дыхательный пигмент, который называется гемоцианин. Если в гемоглобине есть железо, то в гемоцианине есть медь. Правда, надо сказать, что голубой кровь становится только при контакте с воздухом, при окислении. А так она вообще прозрачна. Кроме того, у осьминога еще очень необычно устроена сердечно-сосудистая система. Во-первых, это, пожалуй, единственная беспозвоночная, у которых замкнутая кровеносная система, то есть кровь движется по сосудам. Кроме того, у осьминогов целых три сердца. Представьте себе, одно сердце, как его называют, центральное, это сердце, которое качает кровь по всему телу. И есть еще два, но есть, так можно сказать, дополнительных сердца, которые перекачивают кровь в жабры. Они так и называются жаберное сердце. Но у осьминогов не только очень необычная кровеносная система, но также необычная нервная система. И это, пожалуй, самое удивительное. Но мы знаем, как устроена нервная система, например, у человека и других позвоночных. Она централизована. У нас есть головной мозг, есть спиной мозг. И есть также нервы, которые от всей этой центральной системы уходят в различные органы и части тела. А вот у осьминога все не совсем так. Во-первых, у осьминога очень много нейронов в мозге. Их количество равно примерно полумиллиарду. Если сопоставить с другими животными, то примерно такое же количество нейронов есть в головном мозге кошки. Правда, в центральном мозге находится всего-навсего три пятых этих нейронов. Но помимо центрального мозга, который расположен кольцом вокруг пищевода, у осьминога есть еще и отдельный, если так можно сказать, мозг у каждого щупальца. То есть представьте себе, как должно управлять собою существо, у которого 9 мозгов. Даже сложно такое себе представить. Представьте, например, что если бы у вас у каждой руки, у каждой ноги был бы отдельный мозг, и он мог руководить действиями руки или ноги совершенно независимо от ваших желаний. Ну, наверное, это немножко странно себе представить, но тем не менее, у осьминога примерно то же самое и происходит. Есть одно объяснение, почему, собственно говоря, в каждом щупальце сосредоточен довольно крупный нервный узел, который управляет его работой. Во-первых, надо сказать, что наши нервы имеют миелиновые оболочки. Это своеобразные такие изоляторы, которые ускоряют прохождение нервного импульса. А вот у нервных волокон осьминогов нет миелиновой оболочки, и поэтому, если бы импульсы проходили от центрального мозга к щупальцам, то они шли бы, вероятно, очень медленно. Здесь, поскольку каждое щупальце снабжено своим мозгом, то все реакции происходят мгновенно. О щупальцах стоит сказать отдельно, потому что кто-то называет это щупальцами, кто-то называет это руками. Несмотря на то, что название животного осьминог, наверное, было бы правильно назвать его восьми рук, потому что, действительно, скорее по своим функциям это вовсе не ноги, а руки. Поскольку они, во-первых, очень гибкие, они очень сильные, они подвижные, они могут сокращаться, уменьшая свои размеры практически в два раза, или наоборот, вытягиваться. Они несут множество разных функций, они снабжены присосками, и если пересчитать все присоски на щупальцах осьминога, на его руках, то их порядка двух тысяч. Но у обыкновенного осьминога, например, присоски напоминают вантус, предмет, который, наверное, многим из вас хорошо знаком, и действует по подобному же принципу. То есть, когда присоска присоединяется к поверхности, то мышцы напрягаются, и присоска выталкивает воду из-под себя. Затем мышцы расслабляются, присоска становится более выпуклой и создается, соответственно, вакуум. Таким образом, присоска очень прочно присоединяется к какому-либо предмету. Кроме того, можно сказать, что своими руками осьминоги пробуют все на вкус, поскольку их присоски снабжены еще и вкусовыми рецепторами. То есть, представить себе, что, например, вы потрогали какой-то предмет или какой-то продукт и узнали, какого он вкуса, наверное, немножечко странно. Но вот у осьминогов это так. У осьминогов совершенно удивительная кожа. Ее строение необыкновенно, и, наверное, всем хорошо известно такое качество осьминогов, что они способны очень быстро, но буквально мгновенно менять свою окраску. Делают они это по разным причинам. Они могут менять окраску в целях маскировки, они также могут менять окраску в зависимости от своего внутреннего состояния. Как же это происходит? В их коже находятся специальные клетки с пигментными мешочками. Эти клетки называются хроматофоры. Пигментные мешочки снабжены мышцами, которые могут или сжимать мешочек, или его, наоборот, растягивать. Пигменты всего трех цветов – красный, черный и желтый. Соответственно, в зависимости от того, какие мешочки сжались, а какие, наоборот, разжались и увеличили свою площадь, а увеличивают они площадь примерно в 20 раз, меняется цвет кожи осьминога. Но вы скажете, конечно, осьминоги же бывают не только желтые, черные или красные, они могут быть и разных других цветов, откуда же берутся другие цвета. Все дело в том, что под слоем хроматофор находится еще один тип клеток. Называются они иридофоры, и это клетки, в которых содержатся кристаллы гуанина в виде таких пластинок. И эти кристаллы преломляют свет, преломляют его по-разному в зависимости от расположения иридофор, которое может меняться, и дают варианты синей или зеленой окраски и такой красивый металлический блеск. Под слоем иридофоров находятся клетки, которые называются лейкофоры. Это плоские клетки, которые выполняют функцию зеркала. Они отражают падающих на них свет и дают белую окраску. Кроме того, что осьминог может менять цвет, причем делает он это со скоростью 200 миллисекунд, это примерно с такой же скоростью, как мы моргаем. Его кожа еще и меняет свою фактуру. Кожа снабжена многочисленными сосочками, которые могут либо становиться более выпуклыми, либо наоборот разглаживаться. И поэтому кожа мгновенно не только меняет окраску, но и меняет свою фактуру, становясь то похожей на какой-то камень, то на коралл, то на водоросль. И это действительно делает маскировку осьминога абсолютно уникальной и потрясающей. Его бывает очень трудно разглядеть. Правда, изредка на фоне этого всего великолепия можно увидеть довольно крупные глаза животного, которые, к сожалению, свой цвет не меняют и иногда выдают его присутствие. Ну и теперь несколько слов о глазах осьминога. Они тоже заслуживают отдельного рассказа. Во-первых, глаза осьминога крупные, и, например, у гигантского осьминога диаметр глаза может достигать 40 сантиметров. Такой даже довольно внушительный размер. Глаза сложноустроенные, они, ну, в общем, по своей форме близки в целом глазу человека, хотя с точки зрения эволюции они произошли совершенно независимо от глаз позвоночных. И это вот такой яркий пример конвергентной эволюции, когда какие-то признаки возникают в разных группах совершенно независимо друг от друга, исходные признаки. Правда, глаза устроены несколько иначе, и особенно интересно, что у них другой хрусталик. Если у нас хрусталик похож на двояко выпуклую линзу, то у осьминога хрусталик похож на шарик по форме. Наведение на резкость происходит совершенно иным способом. Если у нас фокусировка достигается изменением кривизны хрусталика, то у осьминогов фокусировка достигается приближением или удалением хрусталика от сетчатки. То есть совершенно другой принцип лежит в основе фокусировки. Ну и теперь о грустном. Несмотря на такие прекрасные крупные глаза, похоже, что все-таки у осьминогов нет цветного зрения, поскольку и глаза, их сетчатка содержит фоторецепторы только одного типа. И скорее всего при помощи глаз они видят черно-белое изображение. Но, правда, есть некоторые предположения, что необычная форма зрачка у осьминогов дает все-таки возможность получить какой-то вариант цветного изображения, но это пока еще не точная информация. Как же тогда при черно-белом зрении они умудряются так подстраиваться под цвет окружающей среды? А дело в том, что осьминоги видят не только глазами, они видят еще и при помощи своей кожи. В их коже активны фоторецепторы, которые связаны как раз с теми самыми хроматофорами, о которых мы уже говорили. И, соответственно, мозгу не нужно отправлять сигнал для того, чтобы сигнал пришел обратно. И, соответственно, хроматофоры изменили свою форму. Все происходит мгновенно очень быстро по той причине, что каждое щупальце снабжено своим мозгом, и сигнал приходит от этого центра определенного щупальца. То есть сигнал проходит очень короткое расстояние, поэтому он такой мгновенный. Но если сравнить, например, с хорошо известным вам другим животным, хамелеоном, который также умеет менять цвет, то у хамелеона на полную смену цвета, как правило, уходит порядка 20 секунд. 20 секунд и 200 миллисекунд. Согласитесь, что разница достаточно большая. Но у хамелеона это опять-таки по другому принципу, потому что у хамелеона это происходит под действием гормонов. Ну и, конечно, с такой скоростью тогда реакция просто невозможна. Рот восьминогов тоже находится в совершенно необычном месте. Ну, наверное, да, стоило бы ожидать, что там должно находиться анальное отверстие, поскольку он находится снизу, в центре, между щупальцами, руками или ногами, как хотите это называйте. Так вот, рот снабжен клювом. Клюв по своей форме похож на клюв попугая. Он достаточно острый, и осьминоги могут хорошо укусить. И ещё у многих осьминогов есть слюнные железы. У некоторых видов ядовитый, у некоторых очень ядовитый. Например, известен синекольчатый осьминог, который обитает в Тихом океане от Японии до Австралии. И это животное очень маленькое, но крайне опасное, потому что его укус для человека может оказаться смертельным. Яд, который содержится в слюнных железах этого осьминога, он приводит к тому, что парализует дыхательные мышцы. Кстати, в этом яде содержится тетродотоксин, тот же самый токсин, который, например, содержится в известной всем рыбе фугу. И, соответственно, он вызывает паралич дыхательных мышц, и человек просто от этого погибает достаточно быстро. Но, правда, есть способы человека спасти. Если делать ему длительное достаточно время искусственное дыхание, не прекращая, то в процессе метаболизма яд будет нейтрализован постепенно, и человек выживет. Но вот если нет такой возможности, то, увы, человек, скорее всего, обречён на смерть. Чернильный мешок, который свойственен многим головоногим, есть он и у каракатиц, есть он и у кальмаров, есть он и у осьминогов, правда, не у всех. Те самые церины, глубоководные осьминоги, не имеют чернильного мешка, но, в общем-то, он им не нужен. Они живут на больших глубинах, где темно, и чернила всё равно не будут работать. Чернильный мешок расположен рядом с воронкой, и, собственно говоря, если рядышком показалась какая-то опасность, то осьминог использует чернила в качестве защиты. Проходя через воронку, чернила выпускаются в виде такого чернильного облака, они ещё смешиваются со слизью и становятся такой вот густой чёрной каплей. Эта капля отвлекает, вероятно, хищника, и за это время осьминог успевает скрыться. Кстати, осьминоги могут очень интересным образом передвигаться. Во-первых, они могут ползать по дну, во-вторых, они могут плавать, используя как раз для этого такой вот реактивный способ передвижения, выпуская сильную струю воды из воронки. Но и есть ещё такие кокосовые осьминоги, которые могут бегать, используя для этого два щупальца. Это выглядит довольно забавно. Кокосовыми осьминоги называются не случайно, потому что они действительно используют для защиты либо кусочки скорлупы кокоса, либо какие-то крупные, подходящие по размеру раковины двусворчатых моллюсков. И осьминог, когда перебегает с места на место, он эти кусочки кокоса или раковины переносит с собой. Бежит при помощи свободных щупалец. И это выглядит так, как будто у кокоса выросли ноги. В общем, выглядит достаточно необычно. Ну и надо ещё сказать, что есть удивительное свойство у цирин, у тех самых глубоководных осьминогов. Есть несколько групп этих осьминогов, которые способны к биолюминесценции. Вообще для осьминогов это не особенно свойственно. Это чаще встречается, например, у кальмаров или каракадец. Но, тем не менее, всё-таки примеры такие есть. И очень интересен такой вид, который называется, вернее группа осьминогов, которая называется болитенины. У них светящийся орган фотофора образуется у самок в период размножения. То есть самцы не светятся вовсе, самки обычно тоже не светятся. Но в тот момент, когда самка готова к размножению, вокруг рта, а вы помните, где у него находится рот, у неё образуется такое светящееся кольцо, которое является своеобразным макияжем, привлекающим самца. После того, как произошло оплодотворение, свечение фотофора прекращается. Ну вот про зрение сказала, как у них развито зрение, а что же у них с другими органами чувств? Несмотря на то, что у осьминогов нет ушей, они, тем не менее, могут слышать. У них есть для этого особые структуры. Называются эти структуры статолиты. Находятся они в мозговой капсуле и представляют собой такие мешочки, внутри которых есть твёрдое образование и чувствительные волоски. Вообще, статолиты — это органы, которые нужны для чувства равновесия, для того, чтобы понимать расположение тела в пространстве. Но у осьминогов эти органы ещё и позволяют слышать. Слышат осьминоги в диапазоне от 400 до 1000 Гц. Если сравнить с диапазоном, в котором слышит человек, то мы слышим в диапазоне от 16 Гц до 22 кГц. То есть наш диапазон, безусловно, гораздо шире, но у нас хотя бы есть уши, а они слышат статолиты. Несколько слов хочется сказать о размножении осьминогов, потому что это тоже очень своеобразный процесс. Осьминоги размножаются один раз в жизни, как правило, и это является началом их конца. Что я имею в виду? Когда наступает половая зрелость, созревают половые органы под действием гормонов зрительной железы. Когда осьминоги спариваются, самец использует для этого тоже одно из своих щупалец. Эта щупальца называется гектокотелем. Эта щупальца используется самцом осьминога для того, чтобы поместить спермитофор, это особым образом упакованная сперма в мантию самки. В некоторых случаях он просто размещает туда, вытягивая щупальца, в некоторых случаях щупальца отрывается от самца и самостоятельно отправляется к мантии самки. Мы помним, что щупальца у осьминога умные и снабжены своим собственным мозгом, и даже некоторое время, не будучи связанными с остальным телом, они могут вполне существовать и производить какие-то действия. Происходит оплодотворение, и через какое-то время самка откладывает яйца, довольно большое количество яиц. Для этого она забирается в какое-то укромное место, в расщелину, и развешивает эти яйца на таких, они как гирлянды новогодние, чем-то напоминают, очень красивые. И далее самка за этими яйцами ухаживает, не покидая их ни на минуту, она при этом совершенно перестает питаться. У самца тоже наступают процессы дегенерации, после того, как он спарился с самкой, у него начинается процесс стремительного старения. И, как правило, вскоре после того, как самец поучаствовал в размножении, он погибает. Самка же еще живет достаточно долго, пока требуется уход за ее яйцами. Она их охраняет, она сдувает потоком воды из воронки с них любой мусор, обивает их свежей водой для того, чтобы был приток кислорода. И в яйцах постепенно развиваются маленькие осьминожки. Но в тот момент, когда осьминожки выходят из яиц, как правило, самка уже настолько истощена, что довольно быстро тоже погибает. Вот такая достаточно печальная история. Вспомните такой прекрасный был мультик детский, где папа и осьминоги перепутали своих детенышей. Но, к сожалению, в жизни все бывает не так радостно, и осьминожки маленькие, как правило, не видят своих родителей, к сожалению, не способны им передать никакой опыт, ничему их научить, поскольку к моменту вылупления их из яиц, как правило, родители уже погибли. Теперь возникает все-таки вопрос, почему осьминоги действительно не захватили океан, почему они не стали там доминирующими видами? Ну вот как раз, видимо, все дело в том, что, во-первых, у них очень короткая продолжительность жизни, а их продолжительность жизни от 6 месяцев до максимально 5 лет. При этом, как мы уже выяснили, с родителями, со своими они практически не встречаются с момента появления на свет, то есть у них не существует никакой передачи опыта, и они начинают познание мира с нуля. Вот представьте, если взять человека и поместить в какую-то такую среду прямо с момента рождения одного, ничему его не научив, это, наверное, очень сложно. И выжить в такой ситуации помогает только невероятно сложный мозг этого животного, в котором есть даже зачатки коры. Ну и у друг друга осьминоги тоже не очень-то могут обучаться, потому что они, в общем, не социальны, они, как правило, ведут такой одиночный образ жизни. Так что, можно сказать, нам повезло. Вот у нас под боком, прямо вот в океане, рядышком с нами, живет такой альтернативный разум, который, вероятно, имел бы гораздо больше шансов захватить мир, если бы не вот такие вот особенности их размножения. Ну что ж, Полина, благодарю за вопрос. Надеюсь, я на него в полной мере ответила. Ну и вы, друзья, не забывайте писать нам в комментариях свои новые вопросы, а мы постараемся найти интересные ответы на ваши вопросы и снять интересное познавательное видео. И, кстати говоря, заходите на наш взрослый канал, совсем недавно там вышло видео, в котором я рассказываю о необычном поведении австралийских осьминогов, называется «Драки под водой». Посмотрите, это любопытно. Ну и, конечно, приходите к нам в музей, мы всегда рады встречи с вами. Всем хорошего дня, пока!